Новый учебный год в Белгороде начался не с первых звонков, а со звука сирены и взрывов. За моей спиной результат утренней атаки в ИСУ. Прямым попаданием снаряда разрушено здание одного из детских садов. Взрывотехников еще не было, поэтому на территории самого детского сада еще не пускают. И сотрудники БГБ уже приступили к уборке прилегающей территории. Мы приехали сюда около 8, так рабочий день начался. Не страшно, уже не первый раз. Все прилеты мы на всех прилетах убираем. Тут не одна бригада находится, а убираем территорию возле садика. Обломки, последствия прилета, все, что лежит на дороге, камни, ветки. Девушки, женщины, они на метле, ну и так же, видите, помогают нам, если что-то подбирать. Мы мужчины в основном на лопате, то есть более тяжелые труды выполняют мы мужчины. От сильного взрыва обломки крыши, кирпичи и даже входная дверь детского сада разлетелись по округе и повредили соседние жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Спали, услышали сигнал сирены и следом буквально сразу взрыв. Сын находился в этой комнате, спасло его окно, заклеенное скотчем. Два других окна на этой стороне дома выбило взрывной волной. Пострадал и парник, где Анна выращивала овощи. Вот парника, стеклена была хозпостройка, ни одного живого стекла. Вот все, смотрите, такой силы был удар, слов нет. То, что мы испугались, ничего не сказать. Было ощущение, что на кровати нас кто-то подкинул. Надеемся на лучшее, что скоро это все закончится. Вот, видите, во дворе разбита вся беседка, крыша вся пробита с той стороны. От садика шифер летел и прямо в нашу крышу. В дом Ирины уже прилетали осколки снаряда в марте этого года. Тогда все повреждения быстро восстановили. Говорят, в одну воронку снаряд не падает, а касса падает. Второй раз и опять к нам. Но самое главное, что живы. Вот это вот, это все восстановится, все отремонтируется. Самое главное, что живы. Ирина работает учителем в 47-й школе. Сегодня она готовилась ко встрече со своими учениками. У меня должен был сегодня быть первый урок. У меня вместо первого урока с детьми сегодня вот такое первое сентября. По решению оперштаба Белгородской области, все школы на Харьковской горе на этой неделе будут работать в вистанционном формате. А детские сады в этой части города будут закрыты. Это вынужденная мера, которая поможет сохранить жизни и здоровье детей и взрослых. Дарья Гавронская, Денис Бабков, БелгородМедиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова